. туда ехал это карлсон встречалась и с ними сейчас пара нападающих на пара защитников октанала попал вбросок вытягивает ловушку карлсон и ворота гонять щуки всегда тяжело ну вот посмелее стали челябинцы действует и смотрите уже какие моменты возникают я не скажу что такой супер расположились в зоне и не точная передача в контратате здесь не получится один в один якуйцена не пошел смотрите втроем уже челябинцы в чужой зоне якуйцена бросает еще бросает и трактор забивает в меньшинстве трактор забивает в меньшинстве кстати второй раз в этом сезоне а йокерик впервые в большинстве пропуска козу с шайбой ну и вот вот наконец улучил момент когда как бы он был какую-то секунду свободен для броска а мартынов снова челябинцы в чужой зоне но здесь карлсон справляется 2-0 ну вот карлсон конечно прозевал этот бросок глинкин завел шайбу в зону и оставил под потому что хакман шайбу потерял глинкин ее перехватил ну а пестунов забил гол и трактор впервые в большинстве у трактора я говорил пока показатели не важные при игре с численным преимуществом одиннадцать и две десятых процентов всего-навсего девять шайб в большинстве забили и при этом две еще пропустили ох карлсон выручает после своей ошибки на первых минутах периоды сейчас с броском попова он конечно справился низом а вот еще момент и трактор забивает глинкин с передачи попова второй гол подряд этой тройки но теперь при численном преимуществе 4 на 3 утома не успел включиться в эпизод и бросался уже так и помешал наверно карлсону и втроем очень четко бросает подключившийся к атаке это реген и еще одно подключение козун фухтала все удалось челябинцам шайбу вывести и попов уже в атаке еще бросок 4-0 попадает в самую девяточку пестунов и по моему карлсон поехал меняться но тут все уже залетает сначала пытался бросить попов прямо на входе в зону лайн он блокировал его бросок но шайба отскочила к дмитрию пестунову и посмотрите как точно попал он даже задело шайбу перекладину влетая в ворота ну и вот из пропущенных шайб я думаю вторая все таки на совести ворота сам он кстати уже дубль сделал плюс голевая передача у попова три голевых паса ну вот наконец я перед забил я перед забил там по-моему было подправление вот и лучший бомбардир йокерита отличился есть звено пустунова естественно она сейчас на коне она и забила предыдущего с большинстве между соперниками передача глинкин 2-0 пакок переправляют шагу по моему после него никого она не коснулась кроме хелениуса и медленно так заползла в ворота опять же вратарь похоже я не вижу теряет йокерит первое место может потерять если он проиграет медвежщак берет очки в магнитогорске где играет параллель тут вообще так далеко от ворот стоял то есть совсем не точно норвежит бросил позу и вот неплохо разыграли но успел девчонка не просто переместиться еще и здорово среагировал на этот бросок и вот это опасно вот так кстати забил попов после броскается не имею слету подправляю шайбу шлярное участие четвертого игрока в в атаках сходу но и вообще в атакующих действиях вот я спиренцем как раз из тех защитников кто может катаком подключаться инерции немножко атакует и вот и капана на момент мы слишком близко уже капана была вратаря до того как счет стал один даже когда я перед большинстве игрок вот тут трактор в общем отдав начало сознательно игра осторожность первой половины первого периода так 5 2 становится но вот шайба совершенно не обязательная но залетела она по-моему вообще никто ее не коснулся там махнул клюшкой очередной матч а трактор продолжит домашнюю серию в гости при ней трижеская динамо которая как раз вот сегодня да ну в любом случае тренер возглавляющий скажем так мало бюджетную сложную ситуацию да как-то под конец расклеился и демченко пропустил две совершенно не обязательны шаги тоби хухтула забил успевает помешать бросил хитро сирена фиксирует фиксирует победу челябинской команды